Сегодня на сессии принят закон о внесении изменений в закон о бюджете на текущий 2016 год. Изменения касались и доходной и расходной части бюджета, и в основном это обусловлено получением дополнительных средств из федерального бюджета. В федеральный бюджет были внесены поправки в ноябре текущего года, и по итогам принятия данного документа Пологодская область дополнительно получает федеральные средства. В сумме 215 миллионов рублей. По всем видам направлений и субсидии, и субвенции, и иные трансферты. Но в основном, если говорить об этих средствах, значительная часть направляется на поддержку агропромышленного комплекса. Сумма 125 миллионов рублей направляется на поддержку сельского хозяйства. Это в основном субсидии на возмещение процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам. Помимо сельского хозяйства, изменения касаются занятости. Дополнительные выделяются средства на выплату социальных пособий безработным. И дополнительные средства получаем на дорожную деятельность. 82 миллиона рублей получаем на дорожную деятельность. И эти средства будут направлены на покошение критерской задолженности по строительству обхода города Кириллова. Все средства целевые, поэтому в проекте закона они были предусмотрены на соответствующие расходные обязательства. Но и учитывая, что это конец года, завершение бюджетного года, то, конечно, помимо федеральных средств предусматривается перераспределение по отдельным государственным программам. Это касается программы агропромышленного комплекса, предусмотренного при распределении средств. Это программа развития образования в Вологодской области. Там, где есть отдельная экономия по отдельным мероприятиям, направляются на решение вопросов, которые требуют решения до конца года. Так, например, в программе развития образования в Вологодской области экономия по отдельным статьям расходов направляется на покрытие затрат по коммунальным платежам, чтобы не было долгов до начала нового бюджетного года. По транспортной программе, помимо тех изменений, которые я сказала, по федеральным средствам, предусматривается увеличение субсидий на субсидирование воздушного транспорта. Нашему Вологодскому авиационному предприятию предусмотрено дополнительно 13 миллионов рублей. Тоже за счет экономии по отдельным мероприятиям расходов областного бюджета. В целом, с учетом данных поправок, доходная часть областного бюджета составит 55 миллиардов 800 миллионов рублей. В части налоговых и неналоговых доходов поправки не предусмотрены. Они остаются в тех же объемах, которые есть в законе о бюджете, 42 миллиарда 800 миллионов рублей. Мы должны эту сумму обеспечить до конца года в полном объеме. Проэффициент бюджета составит 2,5 миллиарда рублей. Это те поправки, которые сегодня приняты на сессии законодательного собрания.